Мы приехали в детский лагерь, в садик, где Кира и Эван тут были. Русскоязычный. Эван со своей воспитательницей. Потом на пирог еще кого соберешься. Пойду я буду. Они пекут пироги. Довольна? Это дикая малина. Кире досталась тут немножко. Ты умеешь резать арбуз? Нет. Да ладно, все он умеет. Что ты приториваешься? Я желаю резать арбуз. Придержите, это там. У вас сколько рук? Я арбузов в год резал, может быть, один. А тут профессионалы. Мне нужна резинка. А ты можешь ее там где-то напополам. Держи. Отломаем садик. Кира, кусай прям так. Докусает пусть. Да, с джеками свежее. Держи. М-м-м-м. Прекратный домик. Здесь для лагеря. Там наверху тоже кроватки. Вид волшебный. Смотрите, еще кухня есть. И что еще есть? Есть туалет. Ай, темновато. Сейчас найду свет. Может быть. Нет, не найду. В общем, туалет. Не могу дойти, где свет включается. Оно, он тут есть. Это вроде не выключатель. Нет, это розетка. Смотрите, какие стены. Дети спят на матрасиках. Дерево, камень. И есть телевизор на графу. Огонь. Лагерный быт. Будет под открытым небом. Такое, как я его называю, мусорный ресторанчик, но он мне очень нравится. Еще есть задний двор. Это дрыпнет. Жарко. Задний двор. Запас воды. А тут можно руки помыть. Так, дети, дети. Там дети сделали улиточную ферму. Сейчас пойдем посмотрим. Я не знаю, как мы от сюда уедем. Потому что так все интересно. Ничего себе. У нас было много маленьких, но они расползлись. А расползлись от вот этого шла и до. Класс. Это, наверное, мама их. Мама их. А вороты якну. Это интересно. Показай, там ничего нет. Ну, это запрещенная зона, если честно, вон из тех отворотов. Можно закрой обратно. О, я зашла и поняла, как свет включать. Вот так. Круто. Малыш, ты умеешь правильно все делать. Это важно, потому что на моем телефоне это ключ. Но здесь нет связи. Нет смысла подключаться. Сейчас мы поедем по дороге, на которой вообще никакой сходи нет. Едем. Андрей вот говорит, что наверняка это первая Тесла, которая едет по этой дороге. Так, детишки, как вам лагерь, как вам дети? Кто кого вспомнил? Я всех кого знаю вспомню. А я вообще не помню. Кира грустит, потому что она хотела там остаться. Да. Да. В них лагерь лучше, чем у вас. Лучше, чем у вас у скаутов? Да, конечно. Кажется, таких ресторанов мы еще не видели. Даже зайдем. Не знаю, давай ознакомимся, что еще есть. Там вон под деревом есть столик. Есть избушка. Ой, а то тут спать можно, смотрите. Понятно. А тут, смотри, вон человек к дереву привязан. Это же просто мациональный огонь. Можешься. Раковый гいうこと. Папывай. Раковина на улице. Ой, ой, как интересно. Ой, а это избушки, в которых можно ночевать. Я даже не могу вам передать, какого они размера, но это, в общем, там двери, ну, наверное, мне по пояс. Сейчас я попрошу кого-нибудь подойти для масштаба. Крапива растет, колючая проволока, элит офигенный. Пойдемте покажу что-то интересное. Размер дверцы, здесь можно переночевать. Сколько стоит Эрвель на букинге? Сколько не меньше. Ну что, отменяем букинг на побережье с вот этим вот всем? Это был микробно для нас. Откроем, можно заглянуть, интересно? О боже, о боже. Скамеечки из поддонов, как мы любим. Что это? Ой, это то, зачем я возвращаюсь в Черногорию. Это картошка с сыром запеченная. Ну как? Вкусно? Да, Эван, только маску сними, как-нибудь с лица. Кира. Ну как? Надо я. Надо я. В общем, это та штука, ради которой я готова реально дорешать любые диеты. Это офигенно вкусно. Это картошка, да, запеченная с сыром. Как-то очень долго ее готовят. Там, типа, там мят в какой-то печи и так далее. В общем, это дико калорийно. Ну, очень вкусно. И я первый раз попробовала где-то на севере Черногории. Вот сейчас мы тут приехали в горы недалеко от Подгорицы. И тут вот, вот здесь мне прям нравится. А в Подгорице мы пробовали какая-то ерунда. Вообще не похоже. Это хозяин ресторана. Что-то тут непонятное. Нам сказали, что тут, в принципе, кусок дороги обвалился где-то. Так что, возможно, это он или нас это еще впереди ждет. Ага, это вот этот кусок где-то видимо. Размылая дорогу. Боже, Боже. А наше полный криво. Нет, не надо пробовать. А, тут видишь, по-другому, видимо, дорога шла. Обманные остатки тут, видимо, ее как-то смыло частично. И это община Подгорица, между прочим. Огонь. Коровы гуляют, слышно колокольчики. Вот они там бегают снизу. А, нет, это не коровы, это овцы, кажется. Это, между прочим, кладбище какое-то маленькое такое. Сколько тут человек живет в этой деревне. Раз, два, три, четыре. Кажется, четыре дома. Ну, вот, можно еще вот тот посчитать дальний. Вы бы, вот, интересно, смогли жить в таких условиях. Да, очень красиво, но, скорее всего, цивилизация далеко. Тут вроде ловят 3G, 4G не ловят. Но зато какой вид. Я не знаю, хочу ли я вот именно в таком месте жить, настолько далеком от цивилизации. То есть мне нравится, когда на некотором удалении от больших городов, но в настолько маленьком месте. Кажется, вот там, нет, это, кажется, заброшенный домик. Да, четыре дома. И, типа, часовинка какая-то, циркушка, не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...